Продолжение следует... Заседание семинара «Весть из полей», который институт мировой культуры проводит совместно с институтом языка знания, который еще не добрался частично до заседания. И сегодня у нас тоже в гостях наши коллеги из Санкт-Петербурга, которые уже в течение нескольких лет практикуют экспедиции в Африку. Но о том, как это происходит, они расскажут сами. Значит, речь идет о Выдрине Валентине Феодосевичу и Перегвальской имени Всевудрине. Спасибо, Александр Евгеньевич. Мы очень прищены этим приглашением. Постараемся рассказать вкратце о нашей экспедиции, которая уже была восьмая экспедиция. Начались экспедиции в 2001 году. Это в рамках совместного проекта с университетом Цюриха, координатором швейцарской страны по этому проекту выступает Томас Биарт. И вот с тех пор каждый год, обычно это происходит в январе, с января по март, иногда чуть подольше, иногда чуть поменьше. Каждый год мы ездим в Кот-де-Вар. Это кто ездит? Я работаю в музее интерпологии и этнографии в Кунсткамера в Петербурге. Ездят студенты Петербургского университета, Филфак в основном. Ездят москвичи. Вот Надя Макеева здесь присутствует из РГБУ с нами ездит. Сейчас уже выпускник Атипла Денис Паперна с нами ездит. Сейчас он и в Америке, в этот раз он не смог поехать, но вот очень хороший у нас участник такой. Но все же в этот раз мы поговорим в основном про последнюю экспедицию, потому что про все 8 лет это было бы слишком бегло. Поэтому мы поподробнее расскажем именно про эту поездку. Тем более, что у нас в этом году произошло серьезное изменение. До сих пор это была экспедиция в Кот-де-Вар, но поскольку Россия страна такая, как мы знаем, империалистическая, то тут вот мы долго глядели на слабого и безвольного соседа Гвинеев, где тоже языки интересные есть и плохо описаны, языки семьи Манде. Вообще весь этот проект по языкам южной группы семьи Манде, которые были описаны довольно плохо. Ну вот теперь мы распространились и на Гвинею. Ну вот для качества вступления я вам покажу карту. Карта это просто энциклопедия российской. Карта языков Африки. Всего в Африке, как, наверное, вы все знаете, говорят порядка двух тысяч, немножко больше двух тысяч языков, если верить справочнику этнологов, последнему. И в том числе в Африке самая большая в мире макросемья нигеро-конголезская, на которой насчитывается более полутора тысяч языков. И вот семья Манде, которая входит в нигеро-конголезскую макросемью. Вот на карте вы видите вот это... Ага, да, видно курсор. Вот основной массив языков Манде голубенькие. И немножко вот дисперсно они до... Вот в этой зоне тоже разбросаны. Доходят до северо-запада Нигерии. И всего в этой семье от 60 до 70 языков. Ну, как всегда, проблемный язык-диалект, поэтому точно их назвать трудно. И порядок генетической дистанции между там наиболее удаленными ветвями. Ну, примерно тот, что в индоевропействе. То есть это 27-28 схождений по острословнику. То есть немножко больше 5000 лет восхождения, вот если по старо-зинской методике считать, почитать глупых аналогии. Вот. И языки северо-западные, Бомана, Манинка, группа Манден, они существенно лучше описаны. А остальные языки какие-то хорошо, какие-то совсем плохо, какие-то совсем не описаны. Вот этот проект обращен именно на малоизученные языки Манден, вот на южную группу. Вот южная группа, эти языки почти все находятся в Ходь-де-Варе, как вы видите. И вот ими-то все 7 лет, 8 лет уже мы и занимаемся. И чуть-чуть они залезают в Либерию, вот этот кусочек, толстая черная черта, это граница государства. Вот это вот Либерия, и немножко залезают они краешком, вот тут вот, в Гвинею. Вот. Ну вот, как я уже сказал, мы распространились на Гвинею, это мы вышли уже за пределы южных Мандея. И занимались гвинейскими языками Кхелли, вот на самом юге, вот курсор показывает вот это Гвинею, Кхеллия. И совсем в другой части Гвинеи язык ККБ в центре Кута Джалон. Вот по более крупным планам зона языка ККБ. Чем отличается ККБ от всех остальных языков? Это тем, что, это вот редкий случай в семье Мандея, что это язык, ну еще не умирающий, но уже находящийся под угрозой. Он в окружении фульбы, который культурно и политически доминирует. И фактически все ККБ являются билингвами, говорят тоже на языке Пулар. И свой язык у них уже у молодого поколения начинается его деградация. Вот. И в качестве иллюстрации можно сказать, что язык ККБ, само слово ККБ, это языка Пулар, это вообще название на языке Пулар, и примерно это можно перевести как язык фульбских рабов. Ну, некоторые распаривают, говорят, что это не совсем верно. И у них, собственно говоря, другого самоназвания и другого названия для своего языка нет. То есть на своем родном языке они называют это «фуля джон пулэ», что и значит «язык пульских рабов». И на Минкане говорят, что это «фуля джон камшу» – это то же самое. «Язык пульских рабов». То есть нет даже никакого приличного самоназвания. И когда они выезжают за пределы своей территории, то они себя называют фульбами. То есть их поэтому до сих пор никто и не замечал, и как-то не догадывались, что этот язык существует. То есть он фактически вообще никак не описан. То есть ваше описание первое будет? Да, я туда в 2001 году съездил и там за два дня сделал краткое, собрал материалы и уже стало понятно примерно, что это язык как он в генетичной классификации куда ложится. Но с тех пор у меня совершенно не доходили руки из Южно-Мангинского проекта. И сейчас вот наконец мы этим языком занялись серьезнее. Но я сейчас буду больше рассказывать про Минею, потому что я в основном находился в Гвинею, и Лена Селдовна руководила и варийской частью в основном нашей экспедиции. Так что мы будем меняться у компьютера. Так что, соответственно, гвинейская часть команды прилетела в Конакрия, варийская прилетела в Эбиджан. И вот из Конакри мы... Да, второй язык, которым мы занимались в Гвинеи, это кпелли. Кпелли, примерно посередине его зоны разрезается границей либерийско-гвинейской. Вот эта граница. Так что получается, что примерно пополам они в Гвинеи и в Либерии. Ну вот восточная часть – это Коно, которая такая у них идентичность... Ну, в общем, то ли это диалект кпелли, то ли это близкородственный язык. Ну, фактически, к икону еще не описан. Ну и гвинейский кпелли, он как бы достаточно хорошо описан, в смысле, достаточно много о нем написано. Написано это миссионерами, они не обозначали тонов никогда. И многие вопросы, ну, как полагается, миссионеров, при всей их старательности, они очень много очень сделали. Но сейчас очень много надо уточнить. В частности, вот тональная система была ими практически не затронута. Вот. Ну вот участницы нашей гвинейской группы. Саня и Маня. То есть Маша Коношенко, которую... Вот она. И Саня – это Александр Выдрина. Моя одна фамилица, как вы заметили. Вот это фотографировали. Они сфотографировались на острове Лос, там, где была крепость. Там рабов перед отправкой за океан собирали, какое-то время держали и отправляли. Теперь там такая вот аранжировка. Вот. Приехали мы в город Нзерекуре. Это через всю Гвинею, самый дальний конец Гвинеи. И в это время довольно пыльно там был, потому что это сезон Харматана, когда несет в Сахары прохладный достаточно ветер, но очень пыльный. И вот Маша ездила к своему информанту. Он жил немножко в стороне от города. Там мотоциклы, такси представлены мотоциклами. Вот она садилась на задние синие мотоциклы. Ездила она исключительно в респираторе, потому что иначе у нее тут же сел голос, и она сипела в основном. Вот ее формат ей в ответ тоже сипел, потому что у нее в записи... Это несколько мешало изучению тонов языка Гвинеи. А тоны тут при чем? Ну и сегментной фонетике тоже мешало. В общем, всем, всем уровням это мешало. Вот, если учесть, что Маша профессиональный вокалист, то есть это ей помогало идентифицировать тонны достаточно хорошо, и гораздо легче приходило, чем всем остальным. Там сложная система в том, что для либерийского кпелли тональная система достаточно хорошо описана еще вельморсом, классиком африканской лингвистики. А вот в гвинейском кпелли тоннами никогда не занимались, она довольно сильно отличается системой. И вот Маша как раз и занималась тем, что весьма успешно справлялась с этой системой. Вот, а мы ее оставили в Зерекуре заниматься кпелли, а сами с моей однопамилицей поехали на Футаджалон, ККБ. Футаджалон это наборье, которое занимает большую часть гвинеи, быстренько перелеснул. Ну вот, вот эта вот зеленая фульбская часть, это все Футаджалон. И вот вы как видите, в центре этого Футаджалона, ну более-менее в центре Футаджалона, находится ККБ, куда мы и... А в Зерекуре находится вот здесь. То есть мы сначала из Канакри проехали в такси Брус, ну то есть это машина, которая убивается раза в полтора больше человек, чем она подназначена. Вот, вот так вот такси мы рано утром выехали и на следующее утро приехали в Зерекуре, вот сюда. А ставили мы там Машу и поехали обратно, уже вот вернулись сюда. И поехали к ККБ, вот город Маму, вот город Маму, и от Маму поехали уже в Сокотуро, который находится вот здесь. И задача была у нас простая, взять языкан. И вот с этой задачей мы боролись несколько дней, пока там находилось. То есть там оказалось, что очень хороший информант старшее поколение, которые все заняты. Или они плохо знают французский, или если они хорошо знают французский, например, директор школы очень хороший информант, но он с нами проработал один день, а дальше он был занят и уже не мог больше с нами работать, что, конечно, очень жалко. Поэтому нам нашли молодого парня, но у него уже очень была сильная интерференция фульпская. Он, скажем, все фитонимы, когда мы стали собирать названия растений, просто ни одного он не выдал, кроме как фульпского. То есть все стопроцентно были фульпские слова. Вот. Но, кроме того, мы решили все-таки еще сделать вылазку неподалеку от Сокотуро, ну, относительно неподалеку. Была деревня, которая, нам говорили, что там живут таинственные уру Маненка, то есть горные Маненка. Маненка вообще-то язык группы Манден, достаточно хорошо описан, тот, по которому я давно преподаю на кафедре в Петербурге. Вот. А там какие-то таинственные уру Маненка, горные Маненка. Я, у меня были так основания полагать, что вроде, что может быть это еще язык вот той же группы, что ККБ, но вот тоже совершенно неописанный, неизвестный. И поэтому мы пошли в деревню, где вот нам сказали, что вот там живут эти самые уру Маненка, деревня Дьяныля. Для этого надо было сначала до города Тимбо доехать, а судя по карте, вот еще километров 15 на север, вот это самое Дьяныля. Но от Тимбо мы пошли просто пешком, но оказалось не 15, а все там километры 22 по моим расчетам оказалось. Но ничего, мы все-таки туда пришли и поработали, собрали анкету диалектную, но куру Маненка оказались самыми обычными. Они были очень приветливы и любезны, и встретили нас очень хорошо, но язык у них казался вполне обычным Маненка, ну, с легкими диалектными особенностями, довольно интересными, но у этого казалось, конечно, совершенно Маненка, и никакой не еще один язык вот этой группы Мокуле, как я надеялся. Вот, ну вот мы их собрали анкету, сфотографировали, отправились обратно, причем однофамильница заставила меня идти пешком обратно дорогу, не хотел никуда садиться. Вот, ну и забрали мы этого самого Альфа-Бакара Думбию, нашу информацию по ККБ, и уже с ним вернулись в Нзеракуре, где и оставили, где встретили Машу. А потом я поехал в Абиджан, а пока я из Абиджан, Саня и Маня занимались сайдсинг, осваивали местную кухню, там на каждом углу в обеденный перерыв тетеньки вытаскивают кастрюли с местной едой, ну, европейцы обычно на пучный выстрел такому угощению не подходят, но нашим девушкам все это нипочем, они все это освоили, выяснили, где самые вкусные угощения у этих тетенек. Вот, болели за гвинейскую футбольную команду, это боление началось еще за неделю до первого матча, как раз в это время всегда происходит в Африке кубок, африканский кубок, и вся Африка сходит с ума, вот Гвиней сошла с ума примерно за неделю до первого матча с Ганной, и вот то, что вы видите, это происходило вот просто на каждых улицах везде, очень интересно, что если вы видите, если вы разберете, здесь надпись на флаге по-французски и на Манинка письменностью НКО, это письменность, которую примерно 60 лет назад изобрели, вот она сейчас там процветает, это тема для отдельного большого разговора, сейчас, наверное, я не буду его начинать, хотя это очень-очень интересно, вот, и вот они всю неделю, и в мое отсутствие, пользуясь моим отсутствием, девушки тоже наши раздобыли гвинейский флаг, тоже бегали по городу и размахивали, но это все продолжалось до самого воскресенья, когда таки Гвиней благополучно проиграл Аганю, вот, и привыкали к работе на компьютере при свечах, потому что по всей Гвинее электричество с электричеством очень плохо, даже в столице там как-то с большими перерывами, а в Канакре запускают движок, то есть не в Канакре, а в Куре, мы жили в католической миссии, у них там нечто вроде гостиницы, и там на несколько часов запускают движок, и за это время все усиленно вбивали все, что можно в компьютер, а также компьютеры заряжали, а потом при компьютере работали, на компьютере работали при свечах, что-то. Вот. Ну и, да, еще я там занимался сбором коллекций для кунсткамеры, собрал большую коллекцию, которую сейчас значительная часть ее задержана в питерской полковской таможне, и там вот как-то маленько разваливается в нее какая-то негодность. Вот, хорошо, ну вот таким образом я поехал благополучно в Абиджан, и про Абиджан вам расскажет Елена Всеволодовна. Так, сейчас, сейчас только я... Вот. А, это твоя? Нет, это твоя. Ну вот, значит, и в свою очередь в Абиджане, где Валентин Феодосиевич меня оставил руководителям в нашей Абиджанской части, чтобы у нас она, то есть человек, который к этому не привык, довольно трудно, как-то не спалил, да? У нас, в общем, не было ни одного нового участника, у нас уже все были те, кто работал и раньше, и вот такие... А вот просто это просто... А, вот у нас Наташа Кузнецова и Оля Кузнецова. Они не сестры занимаются, занимаются языком ГУРО вдвоем, и от этого не как-то очень выигрывают это исследование. Язык ГУРО очень... Это один из довольно крупных языков, сейчас я походу в Вальнюю как раз покажете. На Вальнюю карте. Да, вот этот вот язык ГУРО, вы видите, коричневый, довольно большой. Вот, на самом деле, подбивают, получается, два крупных языка. Это язык ДАН, который, да, жёлтый, который находится на Западе. И вот сейчас даже уже говорят не столько о языке ДАН, сколько о языках группы ДАН, поскольку считается, что вот они действительно там малопонятны, и получается, что это рассматривается уже как музыка языков, и, в частности, Наза Макеева занимается одним из языков ДАН. А Этнолог, что по этому поводу? Этнолог так тоже говорит. В всяком случае, Библии, они заставляют на новых языках уже, и, кажется, собираются вот назад тоже. Библию... Да, ведь есть эллиберийский, четвёртый, тушковый. Да, есть письменность у них как бы разная. Да, так вот, значит, вот этот язык ГУРО, который занимались и раньше, существует два, уже существует к тому моменту, когда начали заниматься два исследования, два словаря, но при этом оказалось, что в одном неправильно проставлены не только тонны, а в каждой слове нужно специально проверять информацию, потому что всё записано неправильно, неправильное значение, неправильная форма, мы определили тонны. А чем? То есть получается, что иногда это как раз тот случай, когда наличие каких-то исследований, оно, конечно, помогает, но оно и очень сильно мешает. То есть одна из задач этой группы была в том, что они проверяли материалы Берегуара и Димааста. Так, вот Надя Матеева, которая изучает как раз один из языков данных, то есть один из наректов и группов данных, ранее вообще не описанных, то есть он его начинал описывать Дмитрий Дмитрий Васильевич, когда два дня было в этой деревне, а потом уже эти материалы вот он передал Надя, и Надя уже второй год в течение двух месяцев, по 10 часов в день, больше, чем все остальные, а также Надя по воскресеньям, также воскресеньям, вечерям и субботы, и когда угодно занималась описанием этого языка. То есть у нас такая ситуация, все будут купаться, Надя говорит, мы поедут, мы приезжаем и видим, что она всё открыла, поселён с информантом, и уже вечер, восемь часов мы слышим, пока они там на встрече аналайзе, так и все. Почему же мы тут ходим про нас говорить тогда? Что? А здесь она стоит просто, и вот я и не удалось его вытащить в лесопарк. На самом деле то, что вы видите, это кусочек тропического леса в Абиджане, так называемый лесопарк Банко. На самом деле Абиджан это 4,5 миллиона человек, загазованный город, где совершенно мало зелени, вообще там выполнитель не очень хороший, но там есть вот этот лес, и сейчас вам можно приехать посмотреть, хотя бы какой-нибудь африканский лес. А вообще-то там, конечно, не уничтожено. Вот это как раз такая вот эта самая леса Банко. Теперь, значит, вот Ильякова Дзимфеодосевич, которая работает со своим информантом по языку данного этапа. То есть это тоже один из этих языков данных. Ильяков Дзимфеодосевич. Вот они и сидят на этой комнате. Так, это мой портрет. Тоже в лесу. Тоже в лесу вот в этом храбическом лесу. На фоне... Там очень много муравьёв. Страшно. Так это муравьёв не такие. Вот так же вся наша группа. Этот снимок был сделан не в 2008-2007 году. Прошлогодный снимок. Вот это Томас Пиарте, который он говорил в Министерстве Андреевич. Это Анна Эрман, которая занимает ещё одним диалектом языка Дан. Дан Блёо. В этом газоне не смогла поехать. А так вот, тут наш информант. Информант Дан Блёо. Информант Блёо. Перетractивjenigen, подавfully в дома. Корректор Tribune Вот, к сожалению, недавно нашли буквально 50 дней назад, информант найдё 만큼 в дом учёт которую он обидел. И ты��면, вероятно, я не знаю, что он так разместит. Вот еще работа там происходит, вот видите, Societe internationale linguistique, это мы жили в помещении, собственно, или самая института linguistics, то же самое, да, то есть это такая международная, это те, кто упускают колоссы, вот это международная организация, цель, в которой... Конечное описание Библии, то есть перевод Библии, но для того, чтобы качественно перевести на все языки мира Ветхий и Новый Завет, нужно подставить грамматику этих языков, то есть поэтому нужна лингвистическая работа, вот, собственно говоря, поэтому они нас и принимают, и мы можем жить даже платим за комнату столько, сколько платят миссионеры, потому что не миссионеры должны платить больше, чтобы мы еще были там, как бы, на положении миссионеров, там очень хорошие условия, вот видите, бюро тут все сидит, вот это, балкон, то есть там, конечно, дни у католиков эти условия были, конечно, гораздо хуже, чем у нас, но, может быть, это и не пояснилось, вот, вот, это мой формат про декоративную ванну, это вот, балансный бюро, вот, и, значит, темы этого года вот такие, значит, мы набросились на модальные значения, Надя, так, немало, с локативами, как бы, Дмитрий Абусевич, по бюро объективных, там, акций, прилагательных, которые там очень хитрые, и чувствительные бюро. А также, поскольку до нас возилась такая бюро, которая заключалась в том, что у нас кончается швейцарский проект, и мы должны подать наконец-то варить, а работа с варем, это работа, невероятно, такая медленная и бесконечная, потому что понятно, что, понятно, что любая, любой этап работы с варем всегда не закончен, всегда еще будет несколько слов, несколько значений, несколько идиоматических оборотов, которые в этот словарь не вошли. Но нам, слава богу, не знаю, хорошо или плохо, но швейцарцы поставили условие, что мы должны сдать, по крайней мере, три или четыре словаря, наконец-то должна наша фрукта стать, это пока не было, естественно, ничего, поэтому началась работа на доказательной версии словаря, что оказалось очень сложно, потому что дальше будет переход, потому что необходимо редактирование словари. Словари делаются прежде всего для африканцев, поэтому перевод делается не на английский или на русский, а на французский. У нас, конечно, есть на такие танцузского языка, например, Валентин Геодосевич или Ани Роман, мы это знаете, но остальные люди владеют этим языком не очень хорошо, поэтому наши переводы, которые мы делаем вместе с нашим информантом, он старается, но он говорит на флористском варианте танцузского языка, которые тоже совершенно не соответствуют, собственно, французскому языку, литературному, которые вообще хорошо делают этот перевод. И вот возникает такая большая проблема редактирования словаря. Вот был придуман такой способ, что нужно было найти людей, желательно преподавателей французского языкового колледжа, которым давалось несколько страничек, вот уже готовые. Это как бы готовая страница в Суваре, это конкретно словарь языкового. И туда нарочно вводились разные ошибки. И они отличались. И этот человек должен был прочитать эти страницы и поправить все, что он считает неправильным. И он должен был найти эти ошибки. Если он... ЕД. Да. Мы же по ЕДДА выбираем ЕДД для потенциальных редакторов. Вот сейчас мы еще... Это как бы нашли кого-то из тех, кто будет редактировать, но пока редактирование еще не... Оно должно происходить в августе месяце этого года. Вот если они редактируют все нормально, то, видишь, уже будут выпущены словари с местного языка на французском. А также в Ветербурге. Обиджаем, конечно же, обиджаем все. А английского вообще не будет. Английского пока не будет. Сейчас я вам вот расскажу, пожалуйста, на словарях, да? Сейчас в отсутствии, да. Дело в том, что предполагается, что эти словари делают в первую очередь для афританса. Ну, это понятно. Вот. И там будет, естественно, поскольку этот год стоит индекс с французского на этот язык. Я, честно говоря, думаю, что эта страна будет даже пользоваться с большей популярностью, потому что в городах... Ну, для вас, конечно, неудивительно, но в городах молодое поколение, дети плохо знают свой родной язык. Может быть, кому-то будет интересно, наоборот, посмотреть, как будет то или иное слово на равном языке. Потому что в городах, вот поверьте мне, все дети моих информантов, наших вообще, наших информантов, никто не говорит, нужно разница. Вы что, не говорили? Я выделилась, если не говорили. Нет, не-не-не-не, дело в том, что в деревнях-то ведь не говорят, ну, там просто не совсем. А в городе? Ну, в общем, нет. Ну, это была некоторая установка, ведь руководители этих стран. Я пытался на Бобельефе, которым он когда-то занимался, говорил с одним дипломатом камерунским, когда мы с ним оказались на одной конференции. Он говорил на старом французском языке и по-ки-пот-дай. Довольно хорошо, но очень таком начало 19-го века. И у меня сказал, ни в коем случае с вами говорить не буду. Мы должны всех заставить говорить только по-французски в Камероне. Это такая совершенно железная установка. От страны к стране довольно сильно... Это типично достаточно для стран типа Ходивара или Камеруна, где очень большой языковой разнообразие, потому что в Камеруне на счету СССР насчитал до 400 языков. Это чемпион. На 18 миллионов населения 400 языков. Ну, приближается уже к уровню... Ну, поменьше, конечно, чем на Пупуа, но в Игвинеи, но в ту сторону. А Ходивар, ну, поменьше 60 языков на тоже примерно 18 миллионов. В Игвинеи другая ситуация, например, там гораздо лучше свои языки сохраняют, но в городах там как раз планы. Ну, дело в том, что, в принципе, как бы эти слова-ри, предполагается, что они будут способствовать развитию грамотности на родном языке. Потому что французский распространяется еще и потому, что писать можно, потому что французский не в сознании. какая-то эволюция. И если грамотность у французского около 15%, то грамотность на разных языках это по нескольку человек на каждый язык. То есть там 0,00. Простите, я перебил. Вот эта вновь, введенная, введенная недавно письменность, она какую имеет, какой процент грамотности на этих? Это в основном в Гвинеи. То есть это совсем не эти языки аманты. Сколько пишешь это там? Там гораздо больше. Она весьма-весьма популярна. В отличие от грамотности на своих языках латиницы, она как раз действительно очень популярна. И это так вот для идентичности этнической у них важно. Поэтому, к сожалению, у меня статистики нет. Но сами вот эти из кругов АНКО, они пытаются какую-то статистику делать, но я не знаю, насколько она достоверна. Но там, конечно, будет на порядок выше. Скажем, по языку дангуэта, который латин, которым я занимаюсь в ходе Дивария, там как раз мой информат, он же и издатель единственной газеты на этом языке, и писатель, он организовал перепись тех, кто умеет писать на дангуэта, в восточно-дангской зоне, и это получилось... Какую письменность? Для этого языка только латинца. Данг для Манинкай. Это вот разница между Манинкай и Данг, это как между персидским и английским. Так вот, для Дангвитар, он человек 500 работных оказалось, на полмиллиона населения, примерно. Ну, я занимаюсь языком Манинкай, он говорит 1017, а грамотных на этом языке, наверное, 5 человек. То есть я выясняю, по настоящему грамотных людей, которые могут написать, прочитать. Может быть, 6, может быть, я одного не знаю. В школе нет. В школе во всем подбывает преподавание ведет сколько на французском языке. Более того, обычный учитель принадлежит к другой этнике, к другому народу, к другой этнической группе, чем те дети, которые ходят в этой школе. Поэтому он даже, если бы хотел использовать, что-то ему объяснить, он не может. Как устроено бытование этой орфографии? Когда есть орфография, на которой никто не владеет, это понятная модель. То есть орфография, на которой владеет 10%, это понятно. А как устроена орфография, на которой 17 тысяч, а ей 5 человек? Что с ней делают? Почему эти человеки владеют? Во-первых, это курсы альфабетизации, которые, собственно, организовала САЭЛ. То есть у них есть альфабетизаторы. Люди, которых они научили, причем разработали свою орфографию. То, что вы здесь видите, это как раз хорошая орфография бюро, потому что она новая, которую разработали мы, то есть наша группа. А вот сейчас я найду эти варианты. Вот смотрите. Ну, кроме тонн, это же в основном вы близки. Вот вы можете посмотреть. Вот слово «тонтик». Значит, мы здесь две строчки. Первая строчка – это орфография научная, где тонн обозначен при помощи надрочных знаков. А вот здесь вот тонн обозначен, средний не обозначен никак, а вот здесь вот стоит дефис. Он обозначает, что здесь низкий тон. То есть мы придумали такую орфографию, где тонн обозначаются знаками. Там значок дефиса обозначает низкий тон, апостроф обозначает высокий, и знак равенства – это как бы падающий, модулированный тон. Что очень неудобно, потому что, во-первых, мы можем обозначить, ну, как в таком слове, мы можем, в принципе, обозначить только тонны последнего, например. Здесь где-то был, внутри низкий тон, но мы бы никак не могли обозначить. То есть там фактически обозначаются тонны первого и последнего слова. Кроме того, нельзя использовать уже эти знаки как знаки конситуации. Это уже получается, что тире, это, в смысле, дефис, это не дефис, то есть слов с дефисом не может уже существовать. А там дефисом очень хорошо был в соответствии. То есть эти эрсоэлловцы сами придумали вот эту вот орфографию с вот здесь тоже, вот здесь видно тоже, вот здесь вот низкий тон на слове корзина, средний тон, средний тон низкий. Вот здесь обозначен вот тоже таким хитрым образом. Они обучили этих альфабетизаторов и в основном им нужно было, чтобы люди переводили битвы. И вот переводчики Библии, они как раз используют эту орфографию, Библию перевели. Вот если бы у нас был код, мой конфетар, я бы мог вам даже показать весь текст, он здесь существует, подреком мне это Библия на муан, которую непонятно кто может читать, кроме вот этих код, что я сейчас переводил. Но, тем не менее, вот такое деяние было сделано. То есть от некоторых языков останутся только переводы из Библии, да? Ну, я думаю, что вот на этот язык еще были переведены сказки. Они же, в общем, все-таки эльфабетизаторовцы понимают, что только один перевод в Библии это не очень хорошо, потому что далеко не все являются христианами. Собственно, в Ход-де-Буаре, по-моему, 10% христиан, 20% посульмане, а остальные приверженцы, как называется, приверженцы традиционных верований. то есть какой-то масок, вот всего этого. И они не могут читать рецепты. Получается, что и в принципе эсэракции это понимают, поэтому они постараются выпускать какую-то светскую литературу тоже. То есть, например, сказки. Ну, вот вся литература народная любит, в общем, это подлёт. Вот сказки, вот послужицы они любят собрать. Ну, вот информатор Эльцин Бянатьевича Альхунский эсэ, он в принципе стал записывать такие вот, как бы, такие, ну, как бы, уже, такая вот, митература в собственном смысле начинается. Так вот, да. Но любой человек, который приходит в голову что-то написать, он в первую очередь пишет по-французски, но я не думаю, не знаю, что у нас ещё было. Было, а также поездки в деревню были, а также поездки по деревням в основе Макеева. Я ездила в Денею, мы бы все посещали службу в Кокской террике из Осинолилии, чтобы было очень любопытно. А также поедели в Гран-Басамбль, это бывшая эвиденция губернатора Костбюара. Здесь был дворец и сейчас я так проявляю через проект и в Гран-Басамбль. Вот по поводу деревни. Поведка в деревню планировалась уже третий год подряд. В прошлом году это было невозможно. Потому что она сопряжена большими расходами для того человека, который её повезёт туда. Он должен привезти подарки каждому жителю в этой деревне. При этом, поскольку он живёт в Победжане, в деревне кажется, что он очень богатый и он какой-то... А он на самом деле в общем едва сводит танцы кантами, поэтому вот эта паническая деревня совершенно для него невозможная ситуация. То есть он должен купить не знаю сколько-то ящиков мыло еще ровно и паровня мыло очень целительное. вот такие вещи. И что-то вот они в нас играют всякое. Бутылка джина важду деревню большая. Деревни разные бывают, но вообще деревни довольно большие. Они ведь не считают детей. У них такая интересная статистика часто бывает, когда говорят, что там сколько-то стоит этих людей, сколько-то больше. А там оказывается, что здесь детей тоже посчитали население восточных данных. Без детей получилось там что-то 140 тысяч. Я говорю, что странно. Другие статистики дают 500 тысяч. ну, потом и Афон. Все не посчитали. То есть это больше двух третей это дети. А дети это как ровно? Ну, трудно сказать. Затрос. Затрос. Пока не начинает считать. Пока не женился? Нет. 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 И вот, короче говоря, он на этом менее уважаемый человек. Этот племянник, который действительно вот. И мы обошлись там очень. Вот они этот вот племянник и они готовятся поездке в деревню и приехали в деревню и там вот тоже к сожалению у нас не показывают видео. Там вот Оля сняла очень хорошие кадры праздник с масками вот все у нас. Это совпало или в вашу цель? Нет. Нет. это совпало. Знаете, в нашу честь не дай бог. Потому что потом выяснилось, выяснилось, что в эту деревню год назад приезжали какие-то французы и они договорились с каким-то человеком, что устроить в их специальные ритуалы и все, чтобы они могли снять. И действительно все было усвоено и они заплатили этому человеку какие-то деньги и уехали и потом никто не получил ничего из участников и этот человек построил себе новый дом. И когда приехал Марсел и привез Олю, то они сказали опять? И он сказал, что нет, это моя невеста. И она сказала, слушай, а как же потом они тебя спорят, когда они отлетелось, что? Он сказал, ну ничего, я что-нибудь предскажу, что уехала мама. Ее приняли потому, что она была якобы неизвестной. Такая история была. И была такая еще важная полезка Надя действовала на запад ходу в арб поисках информанта, поскольку тот информант, который вы видели на фотографии прошлого года, он, к сожалению, уже был очень болен, мы его обещали и совершенно неизвестный замечательный человек, Чемного Бомба, он уже был не в состоянии работать, а другого информанта совершенно непонятно где. Дядь в кладбаре мы не нашли такого информанта в смысле в Бибиджане, потому что искали еще в прошлом году, у нас была такая дама Мадам Бомба, все информанты найдены, они были Бомба. Вот, прикольку, что значит, да. Вот эта дама, она нас обманула, когда она пришла договариваться, я спросила у нее, грамотно ли она, она сказала да, ну так как сказала да в общем грамотно, потом выяснила, что она не знает ни одной буквы, я имею в виду французки, и не не разорвен языки, и не могла мучиться, то есть как бы ее использовать, совершенно невозможно грамотно ли сами пишут они у нас все-таки важны в грамоте и главное, что не важно человек, который перед пяти-пяти годами, живя в большом городе, так не смог отводить ни одну букву, у него належно и вообще такое решение. А может у него наоборот язык так сохранился? Наоборот. Ну, с ней были большие сложности, поскольку она была женой полицейского, а это мечтали две девушки, то есть у нее был очень вороченный могильник, и вообще она с большим презрением относилась к тому, о чем они спрашивали, как-то вот, да, у нее не сложилось у нас. И я поэтому, когда выяснила, что бедный Чебоков не может работать, то я отправила Надю на 2-3 дня к деревню, чтобы она там не нашла себе другого информанта, проверка продлилась две недели. Надю она там ехала и мы ничего не знаем. Она, значит, находится неизвестно в лес. Потом она, да, дважды, два или три раза звонила, а там нет, там даже по мобильнику невозможно нет сети. Как звонила? Сети. Мобильник есть сети. Вот. Она, значит, позвонила вот из, уже потом из города Туба, потом позвонила уже из города Ман. В общем, там ездили они ездили. Кстати, они нашли молодого человека совсем молодого, ненаработанного, который был готов ехать туда в годы. Вот. Тоже он помпай, естественно. она ездила с информантом в интервью сайфон, по-моему, у нас сайфоном. И вот они сайфоном сгала в Украине. Вот они привезли этого молодого человека, которого было трудно привезти, потому что выяснилось, что у него нет никаких документов, а там много блокпостов и вот еще какое-то время нужно было делать ему документы, не хватило денег, и пришлось как-то типа у меня есть там местный инвестор юнинг. То есть ты приходишь на базар, кому-то даешь какие-то деньги, потом этот человек звонит туда, в МАН, МАН за 500 км и тот, и Альфонс там уже у другого какого-то такого на базаре. Получается. Там и настаточный. Да, в России очень работают. Да, в общем, таким образом передали деньги, этот парень выкравил себе какую-то школьную карточку и смог приемить. И вот поселился там в деревне неподалеку. Я говорю в деревне, хотя это речь идет о городе, потому что там в ущелье самозастройка и там живет такая деревушка. Там живет несколько десятков тысяч. Ну, десятков тысяч. Серьезно? Ну, то есть это такие как бы трущобы. и так вот значит вот теперь значит о словарях. Вот тюбичная структура статьи. Это, собственно говоря, даже не только я тут показываю из моего словаря, но на самом деле и так в общем в нашей группе примерно так и все. Значит, словарь трехъязычный мы делаем. То есть у нас идут переводы и вся информация идет, к сожалению, на на три языка народ и английский и французский. Тоже все значит французский. Нет. Идиоматические выражения включаемые примеры, перевод на местный вариант французского языка, что существенный, потому что некоторые вещи, например, имеют название местное, а французского вообще никакого не имеют. Или по-разному называется. Эдмонатическая информация в нос. вот так примерно вот слово пупок я выбрала, которое Вильямович Ильинский считал как бы качество шеваря определял если есть слово пупок, значит хорошее слово. Если такого слова нет, значит слова не полны полоколи. Если есть пуп и нет пупок. А это как? Пуп это то же самое. Пупок мне кажется это дает нейтральное слово считается. Не просто пупок передвину на дольше. Ну вот здесь видно здесь и перевод на русский, потом на французский, на английский. Все это копируется на трех языках в Угинске. Идет далее. Вот здесь вот такая важная вещь, что сначала мы делали как полагается к словаре, то есть заглавное слово не вернеется на французский. Потом выяснилось, что в том, что делается на реальной алфографии нужно писать полностью слово, потому что она совершенно не понимает как это вообще читать, что это такое. Да, им пришлось это все изменять. Вот. Примеры, переводы примеров и переносное значение полиподфаном. Вот надо сказать, что конечно семантика самая удивительная потому что такие переносы значений, которые нам указали на пешей буквы. Да, это слово относительно существительное, то есть то, которое как бы не отчуждаем на этом вопросе. Самое понятное, честно говоря. Это, кстати, грамматические пометы тоже отличаются в естественном данном случае. кто отличный что же пуполина и куб не садхазали? Я думаю, что пуполина будет скорее всего веревка этого кубка, потому что у них очень много таких сложных слов, о которых я тоже скажу. Вот. Проблемы что включает словник, что считать отдельным словом, что вообще считать словом, которое следует вносить в зловайце, и насколько полно нужно описывать значение слова. Слова лета. Звукоподражание, междометие, образные наличия. Слова типа фру хорошо, тяк-ляк тоже наверное слово, мяу и хва-ква наверное тоже, но можно ли считать словом ж какое-нибудь междометие. А мы с этим сталкиваемся все время. Вот у меня рассказ человека и там к примеру и пролетела пуля. Вот мне ее включать или не включать слова? Вот такое слово. А сколько идет идиафонов нет? Много как и во всяком таком языке их очень много на самом деле. Причем самое удивительное значение передал маленькие и круглые когда их много рассказ идет человек где-то греби либо там конкретно были и вот какое-то слово типичный идиафон ну как записывать маленькие и круглые и многочисленные ну вот на самом деле а это на самом деле передает впечатление от чего-то вот такого рассыпанного как город наверное так же вот в действительности совершенно непонятно что делать вот 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 непонятно как их переводить вероятно главное что я могу понять как перевести на русский язык как все-таки носители языка перевести на французский или на английский эти слова звук издающийся термитовик вот у меня есть такое слово я даже не знаю как русский термитовик или допустим например ну длинья оптиловик хотя бы мы можем там двух этих термитов и там вот таких слов очень много потом ну или например да вот небольшой короткий типичнейший идиафон ну это короткий простите а такой вопрос а как эти идиафоны не взяли все записать и имеют отдельно какую-то коллекцию звуковую так это хорошо вы вообще такси а вы это не делаете делаем значит вы хорошо делаете вот теперь большая проблема заимствования у вас есть ну тогда вы знаете сколько идиафонов да сколько не могу сказать главное что любой рассказ вот тут идиафонов небольшая проблема любой новый рассказ дает целую кучу идиафонов более того они сами говорят ну это человек мог сказать так они повторяют я уверена что они как-то повторяют потому что может человек сам вот вот там ну нет даже у меня есть впечатление что мы европейцы не совсем правильно понимаем устройство африканских культур меня когда-то поразил такой факт в некоторых племенах африканских не существует игрушек в нашем понимании потому что все игры с детьми звуковые то есть это значит что вот производство звуков оно в культуре играет совершенно другую роль не принципиально отличную от нашей поэтому видимо в подходе к языку мы тоже какую-то большую ошибку совершаем мы ценим это с точки зрения наших европейских переводов а нам бы понять почему и как это существует в том языке может это на самом деле одна из самых интересных задач для Вестерман между прочим это все-таки сделал но для очень малого числа языков все-таки хорошее описание наверное вы правы что надо было для текстов иметь достаточно большой корпус текстов где мы могли бы видеть это не не большие с а то что и там кстати переводов можно просто смотреть что они не не пишут как как они сочинят тексты там все-таки мне кажется немножко другая ситуация ну скажем про язык не берусь судить но скажем ну как ни странно диафонов нет но там другие техники сумасшедшие вот а вот огромное количество там как раз по поводу диафонов довольно серьезная литература существует и они довольно прилично описаны и в общем там вполне узнают разные форматы то есть не то что Байдин сказал о другой нет там в общем все-таки их наверное более или менее какой-то фиксированный корпус я думаю что там может быть модель оправывания диафонов конечно если он сказал другой должен понять о чем он тогда говорил естественно он должен понять но то что может быть некая модель по производству диафонов и они просто знают как она работает и другой понимает потому что он тоже знает ну тут конечно трудно тут нужно было бы конечно провести эксперимент с участием там достаточно большого количества информантов чтобы вот эти вот нюансы уже установить действительно пассивно ли они воспринимают или это все-таки фиксированный корпус но все же у меня нет ощущений что там это каждый раз создают анкоп по-моему все же это более-менее зацеплено у меня вопрос к кавказоведам присутствующим я когда-то занимался парами с вторым словом начинающимся с мон типа сомки-момки для некоторых языков кавказа причем независимо от того какой группе они принадлежат то такое вообще кавказское явление в принципе просто к любому слову можно придумать второе сочетание второе слово которое будет пара где только мо появляется снова в русском языке Кавказа тоже существует в ограниченном количестве по-видимому это именно модель то есть на самом деле нельзя сказать что мумки существует как отдельное слово в русском языке Кавказа но модель существует я не знаю Саша но у нас измечательство ограниченное количество таких слов и скорее все-таки они вот принимаются как как игра нет как пришедшие извне как модель как пришедшие извне вот собственно не только на Кавказе вплоть до Индии на самом деле вся эта зона с восточной до Индии имеет но эта модель представлена но она в общем как чужая и в Африке я работала с носителем которого которого просила в Африке в Африке который просил объяснить мне вот такое образование и он мне говорит ну это так же как вы говорите санат-маласт я говорю когда мы говорим откуда вы знаете это слово ты знаешь как все как откуда вы знаете слово он говорит мадам я же жил в Африке в Африке в Африке в Африке в Африке По-моему, идеофон это не совсем раннюю шифрикольную То есть, по-видимому, это второй тип, то есть слово «модель» нужно отличать от идеофона Идиофоном мы называем то, что входит в словарь А это модель, которая позволяет формировать сколько угодно Поэтому редубликация, модификация Наверное, было бы хорошо составить до максимального числа языков Это довольно непростая задача О заимствованиях я, пожалуй, даже не буду говорить, потому что времени, по-моему, очень много Но заимствования, в общем, непонятно, какие включать, какие не включать Потому что, вот, наверное, на эти приключения ли это ходит всегда При этом французские заимствования, мне лично психологически французские заимствования включать не хочется Потому что, ну, я же понимаю, что все это делается А вот, например, если заимствование века отжила, пожалуйста, потому что я его не знаю, мне кажется, ну, это такие вот свои африканские слова Хотя, на самом деле, по существу, в общем, тогда надо было бы их тоже как-то красивых консервов Вот мы тоже пренебрегали русскими заимствами, может, в свое время А потом вот оказалось, что напрасно Потому что по целому ряду причин Там есть свое оформление И это, на самом деле, тоже объект Ну да, во-первых, они меняют значение Они меняют форму, они тонны Потому что французский уже не может прописывать Соответственно, французские слова, там же, как и все слова и произвестанец, ухтон Но грамматических изменений нет, как вот в Сологиле, там, клуб, хилабо, А глаголы заимствуются? Глаголы? Нет, фактически Фактически нет А голосовать? Вот это А может быть, они... Голосовать будет заимствоваться как существительное и плюс какое-то там семантическое глагол Хочешь что-нибудь это делать? И здесь, поистекает, это, кстати, приводит к нас к вопросу Что делать со сложными словами? Поскольку язык почти изолирующий, ну, как в любом изолирующем языке, это большая проблема И что делать с частью сложных слов, которые не употребляются самостоятельно, однако построены в частной модели Типа русская, русская, не видно ни сги Вот это сги, там это сга, очень часто это употребляется Или, скажем, что-то делать Делать понятно, что это некая модель А когда с ней рядом... Ну вот, типичный этот зонтик, который мы уже видели А если мы посмотрим ниже, где зонтик, здесь еще слово «ребенок» прибавилось И получалось «маленький зонтик» Ну вот, зонтик конкретно у меня вошел Но очень многие такие слова, естественно, не включало Потому что, ну, непонятно То ли они существуют, то ли их каждый раз Человек замуж оставляет Вот, плетеная ловушка для рыбы Ну, вроде бы, вот это отдельный предмет Ну, можно считать, что она существует Вот, водитель автомобиля Это, значит, машина, вести, человек Обычно говорят, что если между элементами композита Нельзя там ничего вставить, то, значит, это словосочетание Сюда можно вставить Но есть пример, где водитель этой машины И будет «ном» артикль А дальше водитель – человек Вот вам, пожалуйста Какое-то слово есть, а разбивается Водители этих машин тоже не нужны В общем, тут большая проблема Вот существительство Вот это уже пошло почти что с ГАК Вот, вроде бы, это у меня написано, что ГОБА Это надзорный предмет и присмотр На самом деле Оно иначе, как в ситуации «сидеть» на этой страже Но существует То есть оно, как отдельное слово Оно вообще-то ни разу Для них лишь такого слова нет А как его тогда сделать? Или тогда его писать вместе по слову «сидеть» Ну, вот это точно «сидеть» Вот такого довольно много Вот замечательное слово «вдова» 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 на самом деле – это женщина, у которой есть вот это «свойство» «Свойство» не имеет, нет такого слова Но все вместе получается «дова» Я здесь перевожу как «вдовство» Но на самом деле это как бы просто часть слова, которое не существует Такого слова нет Но что с ним делать тоже не вполне понятно Так, ну, сейчас про форму язык Ладно, предварительно Бог с ними вот это вот Несчастная память, которую Бог знает, как переводить «вдовство» Или «материя» другого типа Объязанного Ну, и тоже Как это переводить на любой язык Или непонятно Да Юбка на запах Юбка на запах Юбка на запах Юбка на запах Запашная юбка Ну, да Если бы это была юбка, она же и подстилка Снял юбку и делал на юбку Либо просто это слово вообще не переводить, а вот так писать Ну, на фото Ну, на фото Или панец Если бы Или панец Не знаю Тоже вот так Ну, вот этот второй верх Это опять Афобет САЛ, да? Которая вот эта Где нозализация передается Да, да, да То есть нозализация передается При помощи буквы Н Естественно Вот здесь вот написано Высокий тон Вот он, афостер Дальше у нас идет Третький тон Он ниже, чем высокий Поэтому мы ставим Как раз у нас несколько тонн Удачным образом слово будет сложным Да Ну, на самом деле Очень удобная Офография, конечно Чтоб сказать В первом слове, кстати Зина Второе Здесь ничего не стоит Потому что такое еще слово Значит тоже высокий тонн Очень сложный Что? Смотрите Вот здесь мы видим В этом Зина В орфографии Здесь ничего не стоит Это не значит, что здесь Средний тонн Это значит, что здесь Тонн тоже высокий А, предыдущий Да Афография крайне удобная Ну вот приветствия Которых у нас очень много ответов На приветствия Женщине и мужчине Женщине Мужчине Вот такие вот Привет Привет Человеку Который вернулся С ретейкой Точкой А вот Какая история Очень много Означение слов Означение слов Которым Все понятно Но Приглашать Это Средний Средний И пример Что с уму нельзя Средний Он обязательно сядет Вместе Вот Чего тоже Это конечно Большая проблема Описание Такого рода Семантики Вот Последний Показор Так Это слово К счастью По-русски легко переводится У нас есть слово Колым По-сранцузски они говорят Дот То есть А это в общем То, что невеста платит И Тоже Да Вот Уплачивать Колым К вопросу Как это делать Сделать Вот этот вот Дот То есть И Как голосовать Скорее всего Будет голосование делать По этой же модели Просто Его сделать Вашей транскрипции Вашей транскрипции УО А в СССР Еще ЛЭФ Это что А это потому Что Это не даже не орфография Здесь стоит Минализатор Потому что местному населению Непонятно Когда корень Без всего Они говорят Нет Надо вот Если чтобы было ПЕ Чтобы был инфинитик Нужно Нуминализатор поставить Я поставила По всему Свою Старую Нуминализатор Очень интересная Опытая Ну вот Драйвинг Нуминализация Ну ладно Я наверное Вам уже тебе Совсем Ничего не давать Так Значит Безконечности Словарь Да Ну вот Вы поняли Почему Елена Василовна Так Про словарь говорил Потому что Если на словарь Не обращать Специально внимание То Естественно Все Захотят Быстренько Грамматикой Интересненьким Так сказать Заняться И словарь Я никогда не сделаю Так Сейчас Съездил В Абиджан Вернулись Мы с Еленом Селом Вместе В Жемцереку Она Посмотреть решила Как там живем Я продолжаю Собрать Коллекции Делаю С камеры Но тем не менее Все работают Все вокруг Работают Вот Маша Коношенко Она же Маня Она же Нарико Нуму Что она Наработала Вокалическую систему Обоих Основных Диалектов Гвинейского Экпелли Описала Сложность С централизованными Гластами Непонятно Они Фонологизировались Или нет И в общем Она более-менее С этим Разобралась Выяснилось Что в Северном Диалекте Все-таки Два тональных уровня А не три А в Центральном Все-таки Три Там На грани Фонологизации Но вот Конечно Все-таки В Центральном Кпелле Это произошло Именно Из-за грамматических Тонов Потому что В Либерийском Кпелле Три Тона А вот Оказалось На севере Два Вообще Кпелле Это единственный Из юго-западных Языков Мандер Где Было установлено Что три Тона У остальных Всех По два Но В Вене В Вене В Вене В Вене И долго Она возилась С тоновыми классами Глаголов И с тональной Морфологией Потому что Не самое сложное То что Выяснить Два или три Тона А еще Очень трудно Было понять Как они Меняются На глаголов В зависимости От контекста От грамматической Информации Которую Они Передают Вот И она Вроде бы С этим Справилась Вот По ККБ Саша Выберина Она же Сукулем Конде Язык В общем Попроще Хотя Там тоже Свои сложности Были Фонология Занималась Вокалическая Долгота Реализация Артикля Много Занималась Октантными Структурами Глаголов Семантикой Привербов И В целом Октантной Деривацией Собирала тексты Транскрибировала Словарь Делала Вот Ну Мне конечно Легче говорить Про то что делал я Потому что Это я лучше знаю Вот Ну тоже Редактировал словарь Все проблемы Примерно те же Что у Елен Селова С какими там Может быть Поправками По теме Модальность Собирал Материалы И вот там вот Впервые В семье Маде Обнаружилось Таким Эвиденциальность Списали Эвиденциальность Для этого И в общем Такая вот у нас Скандал В нашем Болгородном Тиместе Что такие Данцы И Эвиденциальность Придумали По семантическим Анкетом С подачи Катери Рахивиной Собирал Ну Семантикой Фактатива Занимался Фактатив Это довольно Любопытная Глагольная категория Это Ну даже Не глагольная форма А скорее Конструкция Потому что Там Взаимодействуют И субъектные местоимения И глагол меняет Тольно Ультранизкий Семантической Точкой зрения Это довольно Интересная форма Она Передает очень Разные Значения В зависимости от Акционального Класса Глагола То есть Может передавать Хабитуальные Значения Может передавать Результативные Значения Может передавать Разные другие Кунктивные Значения Кредуративные В течении Какого-то Времени И это все Очень индивидуально Для Разных Глаголов То есть Это надо все Собирать Фактически Полный список глаголов По всем этим Контекстам Собирать То есть Вот именно Такая Интересная Аппаральная система Ну это вот Образие С того как Этот язык звучит Конечно не очень громко Он звучит Ну это просто А что это запись Это Это не транскрипция Это просто Стандартное Глассирование В тулбоксе Просто Обычная Запись Вторая строка Это Морфевное Разбиение Там Это Инфашные Да Это На русском Такая же Буква Удивляетесь В языке В языке Есть ряд Задних Неогугленных Гласных Вот Есть Самое закрытое Вот есть Полузакрытое И Вот есть Полуоткрытое Пять Регистровых Тонов Чемпион мира По количеству Регистровых Тонов Больше пяти Не бывает Есть еще в мире Несколько языков Где пять Но Больше пяти Не бывает И три Контурных Все падающие С разных Там Свирепствуют Грамматические Тоны Передают Глагольные Аспектно-топоральные Значения В местоимениях Они очень Важную роль Играют В имени В общем На самых разных Сектора Грамматики Фактически Зато отсутствует Интонация Что наверное Понятно Когда Тоны Так себя Разобразничают Тут уже не до Интонации Я Нашел только один Отличался бы от нейтрального Это когда Человека Настойчиво позвать Вот он не слышит Тогда вот регистр Просто повышается И Чуть ли не все А модальность При этом выражается В основном Частицами Разными Сегментными Средствами То есть Но при этом частица Там будет нести Какой-нибудь особо Маркированный Тон Так что как бы В том смысле Интонация На эту частицу Уходит В данный этап 12 Неносовых гласных То есть Там Фонологизировалось Противопоставление Еще Расщепилось Под Сверхвысоким Тоном Расщепились Полузакрытые Гласные На еще более Закрытые Вот И Девять Носовых То есть Носовая Эпосистема Она Как это и принято Она более бедная Там не все противопоставления Те же существуют Плюс Плюс К этому Есть То что я называю Гласный Нулевой Нулевой Степень Открытости Он себя ведет Как гласный Но с некоторыми Ограничениями Не все функции Те же Что и остальные Гласные Он может выполнять Но в общем Вполне Гласный Несет свой тон Далее Носовые согласные Не имеют фонологического статуса То есть Носовые согласные Это аллофоны Не носовых Соответствующих Эплозивных Или сонаптов То есть Если гласный В стопе Носовой То Сонапт Или эплозивный Будет меняться На носовой М Не У Вот Далее Стопный строй Ну это более или менее Присущно всем Языкам Маде Там основная Единица Организации Это Метрическая стопа При этом Ну так Вот вообще Принято считать Что метрическая стопа Это для тех языков Где есть ударение Здесь у нас ударение кажется В основном В наших языках нет Языки тональные С ударением Это чаще всего Не очень совмещается Вот Но Тем не менее Стопа Совершенно четко выраженная Единица Которая Для понимания Толокатистской работы Вот это Понятие Оно очень Хорошо работает И многое Объясняет Вот Некоторые особенности Морфологии Ну вот В них В данную тайну Происходит Зарождение Поддержанной системы Существительного То есть На подсистеме Имен Некоторая их часть Имеет Несколько форм Вот Нечто вроде Локативных В основном Падежей Образуются Путем слияния с послелогами Ну пока это еще В современном Скажем Дангвита это значительно Более продвинута Чем вот В Кляданг Надя специально изучала Все таки выяснила Что там это Довольно ограниченно Работает А Дангвита Отначительно Более продвинута И Ну тоже там конечно Регулярность еще Не очень высокая Поэтому И Говорю скорее О зарождении Поддержанной системы Несколько типов Фокализации Причем Для этого Задействованы Очень разные Формальные Средства Разные Частицы Тональные Разные Средства Ну скажем Есть фокализация Обычная Есть селективная Причем двух типов И только Прилагательная Специальная Частица Вот Далее Богатая Морфология Прилагательных Причем там Противопоставляются Не степени сравнения А степени интенсивности То есть очень Невероятно И Совсем там Невыносимо Какой-то До четырех степеней Тут Редупликация Работает Причем разных типов Редупликация Полная Неполная Только гласно И Ну например Скажем Вкусно это будет Не Интенсивная Форма будет Не-не Супер Интенсивная Будет НЕКЕ-НЕКЕ Ну а если Ну такая Уже более Редкая модель По которой Образуется Скорее Междаментие Если Человек Поел И хочет Выразить как ему можно сказать некеннекеннэ. Вот такая квадрелекуляция с осложнённой трансфиксацией и ещё сменный глас. И также это кумулятивно передаётся с множественной. Там есть интенсивная форма множество. Клюральная, интенсивная, сингулярная. И на это всё накладывается ещё то, что это всё достаточно нерегулярно происходит. Очень много моделей. До 18 серий личных местоимений. Вот для устрашения. Здесь вы имеете, что 11. На самом деле это за счёт того, что многие помещены индексами А. На самом деле лучше было бы, наверное, этих индексов не вводить, а просто сплошную нумерацию сделать. Ну и к этому нужно добавить вот то, что нашлось в этом году, ещё специальная серия для эвиденциальности. Вот. Они выражают, то есть несколько серий субъектные. Там они в субъектной позиции эти местоимения выражают различные видовременные модальные значения, полярность, несколько отрицательных серий, несколько несубъектных серий. Здесь же, кстати, логофорические местоимения, но которые не выделяются в особую серию, а как вы видите, я тут их вёл так логичнее подавать как бы как особое лицо. Вот. Потому что они встраиваются в рамках вот этих вот серий. Это просто ещё одна вертикально секущая. Вот. Как вы видите, тоже здесь противопоставляется эксклюзивное-инклюзивное множное число и плюс к этому ещё имеется и двойственное инклюзивное, да? То есть вот три, не два, а три элемента в этой системе. А короче, что значит? Это мы с тобой, типа. А? Двойственное множное. Да, 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 да. Мы с тобой, а если двойственное множное, когда мы с вами, или я с вами, или... Ну, все возможные варианты. Любой вариант, когда больше двух. А там регулярных определяться нет на флоричестве между сериями разных лиц и чисел, да? Они по-разному. Иногда достаточно регулярный тон меняется. Скажем так, у них в локутерах тон скорее будет более высокий, а в локутерах низкий, но поверх этого может накладываться грамматический тон, который выравнивает. Ты с ним сможешь снимать и от каких-то серий это противопоставление. Вот, то есть... В этих системах обычно, когда есть ток, то есть в том числе ток инклюзив, обычно его относят к единственному числу, считаете? Да, я понимаю. И, в общем, я поначалу так описывал, но тут на это накладывается ещё то, что они образуют такую вот систему, вот эти три местоимения. Оба инклюзива плюс второе множественное, они ещё и, как вы видите, как бы множественный инклюзив формально является суммой ко плюс к, получается, куа. То есть они совершенно чётко, не только в Дан Гвета, но и в других южных Манде, они себя ведут так, что видно, что они образуют вот эту систему. Вот, поэтому я вот тут их и помещаю вместе, и не стал относиться к единственному числу. Ну, хотя, конечно, это, в общем, тоже имело бы, может быть, смысл и поддать как единственное число. Вот. Очень интересная ещё форма ассоциативная, ну, скорее, сочинительная, наверное, их лучше называть, местоимение серии. То есть в этом языке нет союза и, для выражения сочинительного значения используется вот специальная серия местоимений. То есть я и ты, это будет специальная форма. А если два существительных? Это будет всё равно с местаимения «он» и «он». Тогда это через местаимение. «Он» и «он» и повторяются существительные. Да. Вот, особая интересная штука, которую я недавно обнаружил, это привербы. Привербы, ну, как бы, префиксы, да, но они мало того, что они отрываются от глагола, но они... Ну, такого мы видели, вот, немецкие отделяемые приставки, да, казалось бы, ничего тут особенного. Но тут они не просто отрываются, они ещё могут присоединять модификаторы. И сферой действия этого модификатора будет весь глагольный комплекс. Вот тут несколько примеров. Ну, это всё вот базовая форма, как бы. «Бато помог своей жене», вот, «он» своей жене. «Та, «пум», вот эта вот «та», «приверк», приставка «поверхность», буквально часть «пум» хватать, схватил поверхность, значит, «помог». Ну, «помог» и «помог». Так нет, он мог ей помочь и несколько раз тогда, к этой поверхности присоединяются показатели множественности. И получается, он не много поверхностей своей жены схватил, а он ей несколько раз помог. А можно ещё к этой поверхности артикль присоединить. И тогда получается, что он не за вполне определённую поверхность свою жену хватил, а он помог ей вышеоговоренным способом. А тогда почему же пишешь в первом примере через дефис? А я вот решил писать всё... Да, так вот, всё это... То есть, что это отдельное слово? А вот суть-то в том, что как раз вот это всё свидетельствует о том, что это не особое слово, а что семантически, когда оно, несомненно, совершенно составляет не единство со своим словом. Семантические сочетания. Да, семантические, это понятно, но... Нет, это не просто семантическое сочетание. Сейчас я скажу, но тут можно все, там всеми возможными способами помог. Слегка помог, да, если прилагательное к этому примеру поставить, то это будет слегка помог. Почему мне не хочется считать, что это просто свободное сочетание? Свободное. Диаматическое. Диаматическое. Я понимаю. Ну, тут всё-таки для этого есть... Это работающая модель. Это работающая модель. Ну, честно говоря, я сейчас не хотел очень подробно говорить, потому что тут, конечно, можно много аргументов взять против, но, в общем, у меня достаточно, кажется, много оснований считать, что это всё же вот типа немецких отделяемых приставок, да, которые всё же не считают просто диаматической модели, да, несколько иначе трактуют, но осложнённо тем, что эту приставку вот к ней ещё можно прилагать. Вот. Ну, вот языки мандэ, которых ещё ждут своих исследований. Ну, сейчас, как вы понимаете, в Африку поехать, вот, по денежным затратам, например, как на Камчатку, да, вот, и, в общем, но все на Камчатку есть, а в Африку боятся. Ну, так вот, да, очень сильно дорого, да. Я не знаю, это сравнение... Мы примерно считали, примерно одинаково. Да? Да. Примерно порядок, ну, может чуть-чуть недороже в Африку. Ну, да, но в штата значительно легче, дешевле. Ну, в штата там информату будешь платить по 10 долларов в час, а здесь будешь информату дешевле. Ну, хорошо, по 50, тем более. А если вы платите? Здесь, конечно же, мы платим, потому что если работать с человеком там по 6-7-8 часов и каждый день, то, конечно, это невозможно. По-разному. То есть при упавшем долларе это 1 доллар, да? Это меньше, чем у нас в Гвинеи? Да нет, но это у нас тоже за 25 рублей. А там это очень хорошо, они радостно работают. Вот в Гвинеи раза в 2 меньше. Потому что в Гвинеи страна более бедная, там уровень не меньше. Сейчас я снимаю. Вот. Ну, так вот, да. Так что, получается, если... За счет форманских денег, Александр Евгеньевич, вам бы пора копчатку бросить и поехать в Гвинею. А это равные статьи? Да. Ну, статьи можно переписать. Так вот, Гвинея. Язык Мана ждет своего героя, а также язык Лели, совершенно неописанный, очень хороший язык. Северный Лома, которые сильно отличаются от южных. Тоже в Ходиваре Гбан у нас застоялся. Как-то все неудачные фальстарты у нас. И вот ждет, ждет Гбан. Ждет. Лели мне нравится. Лели хорошо. Да. И вот то, что Елена Всеволодна говорила про то, как плохо говорят они на языках. Ну, во-первых, вот в Гвинеи, например, совсем другая ситуация. Ходивар – страна, где, в принципе, французский язык гораздо больше проник и в плане уничтожники местных языков. По крайней мере, в городах это действительно происходит. В Гвинеи сохраняются гораздо лучше и те, кто там ездит в какую-то, не знаю, калмыкию, где записывается в очередь на неделю вперед на информанта. После этого какой-нибудь серию прокоров проезжает к догонам и там он просто купается, счастливый, что вокруг ходит 4000 информантов, которые радостно готовят с ним работать. Вот, то есть в этом плане там, конечно, гораздо комфортнее ситуация. Ну, а там малярия, крокодилы и прочее. В общем, можно и потерпеть. Крокодилов, тем более, что и нет, да. Крокодилы – это только вот информанты Нади. Ну, вот, наверное, на это мы так уже, наверное, все лимиты времени превысили и, наверное, тут окончим. Так, ну, хорошо, какие-нибудь есть вопросы, вы скажете мне? Можно пожелать, пожелать? Нет, не помню. Полный список языков, которые еще не следовали вашей командой? Нет, но все-таки есть языки, которые без нашей команды люди описали. Нет, это так, что я так быстренько набросал, а там, конечно, еще есть, да. То, что тварь готов выйдет завтра. Ну, конечно, да, ну вот у нас швейцарский грант заканчивается, но, к счастью, РГНФ дал грант, так что сейчас можно еще. Есть еще другие люди, скажем, в Нигерию там ждет просто фонд нигерийских языков, кому бы дать денег, чтобы изучать языки Манды, о которых в Нигерии говорят и так далее. А там тоже есть? Какие-то есть? Есть, есть, Кянга-Шанга всякие. Кянга-Шанга. На Ниман-Деош тоже готов? На Ниман-Деош тоже готов? Нет, конечно. Да, я-то сейчас уже как на Джи-Би готов для денег, а на другой нет. Ну вот. Ну, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, ну, в общем, мы два раз выключат, наверное, да? Ну, действительно, прослушали очень впечатляющий рассказ, где было все, и очень интересные языковые явления, и проблемы, которые были в России. Волнуют лингвистов, которые занимаются другими языками. И в то же время вся культура, география, способ жизни и местного населения, и тех, кто к ним приезжает. Это тоже все было очень... Для полевых лингвистов это все равно очень интересно. Обычно это остается за кадром в драматических описаниях, но составляет очень существенную часть деятельности полевой. Так что, соблюдением пропорций очень хорошо. А что на экране составляют? На экране эта клеенка, расстеленная на рынке, и вот на ней торговка выложила разные виды перца. Такой мелкий перец? Жгучий, что ли? Ну, это жгучий перец. Если непривычный человек такой не замечает в виде проглатывания, и потом он несколько часов лежит, открытывает на этих глазах. Ну, в общем, украсили... Вот в это сегодняшнее сообщение очень украсило наш семинар. И спасибо вам за то, что вы приехали и рассказали нам. Герои и туда приехали, и сюда приехали. Да. Ну вот. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.